Принципы существования организации. Любой вербовщик нужно знать, что это за корпорация, куда она прет, зачем это нужно. Поэтому нужно знать такие моменты. Прежде чем начать создавать какую-нибудь корпорацию, нужно решить, какой это корпорация будет, цели корпорации, сколько человек вы планируете принять. И вообще нужно понимать, что чем больше народу, тем тяжелее его удержать. Откройте информацию о корпорации. Ну и в описании, на самом деле, все четко написано. О том, что наша цель достойно представляет русскоязычное сообщество на карте и в онлайн, тут, в принципе, наверное, все понятно. Ну а чтобы мы были на карте, это уже подразумевает все остальное. Не будешь на карте иметь свои собственные клаймы, если у тебя нет армии, нет высокой организованности, нет большой численности, нет кучи различных систем, прописанных в регламентах взаимодействия между пилотами и так далее. То есть для того, чтобы создать государство, должна быть определенная система. Например, что такое государство и вообще, почему мы в этом государстве? Многие люди просто даже не могут дать определение, что такое государство. То есть самостоятельно описать. Понятно, да, говорить об этом можно все что угодно. Что государство, это союз корпораций, которые объединились для совместного контроля территории и умножения прибыли. Ну, как бы, да, это одно из понятий. На самом деле оно более широкое. Но что для людей государство? Вот если в двух словах, государство дает систему вам. То есть систему, которая работает. То есть законы. Следить за тем, чтобы эти законы соблюдались. То есть делать так, чтобы вода в кранах текла, дороги делались какие-никакие, да, чтобы транспорт по улицам ездил, улицы подметались, школы работали и больницы. Ну и так далее. То есть много-много-много всего остального. То есть это все система. То есть государство и люди, которые стоят в руководстве государства, не дают вот эту вот систему. Взамен мы даем им налоги и голоса. То есть голосуем за них. Если вдруг обязательства одной из сторон не выполняются, то это приводит к конфликту интересов. Ну и в ходу революции. Вот что такое, в принципе, по сути, государство, либо большая там корпорация, альянс и тому подобное. Дальше в описании, например, написано. После прохождения подготовки новичками и реабилитации анабиозников обеспечиваем им надежный, добросовестный и разумный коллектив для дальнейшего развития в ИИФ. Также рекламы могут самостоятельно искать свой путь или оставаться в Академии для участия в ее развитии. Эти вещи вербовщик должен понимать. Вообще, что находится. Потому что все равно будет сталкиваться с тем, что люди будут задавать вопросы. Вообще, что за корпорация? Куда идете? Люди идут за тем, кто порой даже могут не понимать этого, но это интуитивно у нас. Мы идем за лидером, который знает, куда он идет. То есть, у него должен быть план в голове. Не только цель, а еще и какой-нибудь план. Мы можем не понимать, что за план и что за цель. Но мы должны твердо знать, что у него она есть, и он точно знает, куда идет. Вот как верили евреи в Моисея. Он водил их там по пустыне, их не знает сколько. Но они верили, что у него, бля, из планов. У него, может, плана-то, бля, и не было. Он думал, ебаны в рот, куда я иду. Пиздец, короче. Боялся людям это сказать, потому что они бы его съели, распяли бы, там, сожгли нахрен. Ну, деваться некуда, да? Вот и вел. Вербовщики эти вещи должны понимать. То есть, корпорацию, которой они вообще вербуют, и что они делают. Иначе, ну, он не будет вербовать, что ли, нормально, полноценно, эффективно. Неинтересно вербовать, когда ты даже не понимаешь, куда люди идут. То есть, хочется вербовать все-таки людей туда, где ты понимаешь, что это что-то толковое. По поводу эмблемы корпораций. Рекомендую эмблемы корпораций делать тематическими. Под стиль, там, миссию корпы. Старайтесь избегать мелких, там, деталей. А главное, цвета. Ну, они должны быть яркими и хорошо различимыми. Желательно два цвета. Это все легко бросается в глаза, легко отличается. Поэтому вот можете смотреть на нашу, да? То есть, у нас все просто. У нас два цвета. Ну, вообще, цвета три еще всегда фон. Если добавлять еще один цвет, четвертый, это уже перебор. А их уже между собой сочетать уже становится проблемой. Мало того, что есть цвета, которые не сочетаемые между собой, так еще есть понятие восприятия цветов. Дальше. Название корпорации. Оно должно быть тематическим, совпадать с эмблемой и придерживаться общей точки зрения вашей корпорации. Название корпорации «Руссиан Академия», да? То есть, звезда «Руссиан». То есть, совпадает, совпадает. Тематическое? Нет. Ну, извините, редактор, что позволяет. Академия. Ну, как академия? Шапка вот эта вот, академическая, потому что носит учебник. О, вариант. Да, учебник-вариант. Но у нас в данный момент маркетинг идет на другое. То есть, задача в том, чтобы именно в рекламе человек быстро понимал, то есть, он увидел звезду, что стало понятно. Хочет, не хочет, он ее заметит. У нас подсознание уже заложено давным-давно. Нас с детства это в голову вбивали, оно никуда не денется. Донат на развитие академии. Для того, чтобы перевести деньги, нужно открыть меню информации о русской академии. В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать перечислить деньги.